Друзья, всем привет! Посетило адское просто вдохновение. Решил прийти сегодня пораньше в мастерскую и продолжить проект самолета на водородном топливе. Это не шутки, друзья. 5-13. Давно я таких подвигов не совершал. Сегодня как раз таки тот день и очень хочется много сделать. Решил начать с центроплана. Сделать корневые нервюры. Нужно 4 штучки слепить, усилить их карбоном и делать лонжерон под вот эти карбоновые трубы. Их покупал в качестве соединителя, чтобы крепить основные консоли. Они будут двухметровые. Эта штука метровая, то есть всего у нас 5-метровое крыло получается. Такое крыло годится и для настоящего самолета. И может поднять человека в небо. Но если развить достаточно большую скорость. Мой же самолет должен летать на сверх малой мощности, не более 200 ватт. Приступим. Для начала хочется изготовить нервюры вот такого чудесного скоростного профиля. Лонжерон сформирую из энного количества углеродного волокна высокой прочности. Здесь около 70 грамм. Сколько пойдет эпоксидки неизвестно. Но думаю не более 100 грамм. Подготовил трубу, оклеил изолятором, чтобы можно было снять потом ее. И буду оклеивать. Нервюры слишком легкие получились. Даже и не знаю, не слишком ли я сильно их ослабил. Потому что один слой карбона, возможно, маловат для корневой нервюры. Посмотрим, может быть добавлю еще. Неконечная версия, посмотрим на вес. Труба лонжерона уже намотана. Вес получился около 200 грамм. Слои ложил по-разному и вдоль и поперек. И вот так вот под углом под 45 градусов, чтобы труба на кручение жесткая была. Сейчас, в данный момент времени, я ее сушу с помощью фена. Прогоняю по трубе горячий воздух. Нагреваю при этом до 60 градусов и так буду сушить, пока не станет твердая в этом состоянии. Именно при 60 градусах. Такая высокоточная подгонка получается под наш замечательный лонжерон. Но пришлось крылышко напополам разрезать, иначе ничего бы не получилось. Так что делаю вторую половинку и можно все склеивать. Обратите внимание, что в каждом своем самолете в последующем я стараюсь повышать качество в той или иной области. Вот коршун, например, я захотел сделать очень красивым. Этот мне жизненно важно. Просто необходимо сделать очень легким. Вот этого параметра и придерживаюсь. Не факт, что он будет сверх красивый, потому что тут ни краски не будет, ничего. Будет как вы хотели с коршуном. Чистый карбон, стеклоткань и прочее. Вот сейчас очень точно подготавливаю ответку, чтобы вклеивать вот сюда эту часть. Кстати, легкая. Все вроде бы получается легкая, но жесткая. И труба эпичная. Вес каждой корневой нервюрки 13 грамм. Это я еще кружочек буду вырезать, еще на полграмма меньше будет. Но буду немножко укреплять. Здесь получается тонкое место из-за вырезанного кружочка. Но я выберу бальзу на небольшом промежутке и вклею здесь карбон продольно. Это очень здорово укрепит ослабленную область. Итак, полностью располосовал центроплан. Вот казалось бы, зачем мне было это делать? Был готовый пенопласт. Можно было все склеить по идее. Можно было сказать, что почти все готово. Но нет. Друзья, смотрите сколько еще всего пришлось сделать. Во-первых, вот это основной силовой элемент будет. Здесь просверлятся два отверстия, через которые будет крепиться крыло к фюзеляжу. Это раз. Второе. Такая вот карбоновая деталь выпилена. Не знаю, надышался этим карбоном нет. Но пыль стояла страшная и она до сих пор где-то здесь по мастерской разбросана. Ее все не убрать. Эта деталь будет устанавливаться вот сюда. И здесь будет еще два отверстия для крепления крыла. Далее есть уголки. Опять же из карбониума. Уголки будут располагаться по углам соответственно. Здесь будут крепиться вторые половинки крыла, то есть консоли. Будут вставляться трубы в середину. Потом сами трубы как-то надо крепить от смещения и вот здесь крепить. Ибо консоли длинные и чтобы они вот в этой области не шатались и не выпали, надо закрепить. По этой же причине вставлю еще трубочки вот сюда и соответственно сделаю штырьки ответные. А здесь будет заходить немножко у клетка. Они можно будет закрепить. В общем тут целое дело, как вы видите. Но приходится все продумывать заранее. Ибо потом уже будет поздно. Поставил центроплан на пару, так сказать, кирпичей и сейчас хочу произвести кое-какие испытания. Вот этот кубик весит около... Не знаю сколько... Наверное килограмм 12. Ну что сказать, выдерживает? Попробуем приложить немножко больше веса. Думаю килограмм 20 приложил. Все выдерживает, но заметьте, система гибкая, очень пружинит. Итак, друзья, какая дальнейшая концепция? Хочется здесь усилить небольшими латками места крепления крыла. Но это естественно, правильно? Потому что тонкая углеткань, она не будет держать. Склеил половинки консолей. Прижал алюминиевым листом. 365 грамм каждая. Посмотрим, что в итоге у нас получится, насколько потяжелеет. Придется делать попеременно. Сразу две не сделаешь. Ибо они очень длинные, не помещаются. Поэтому вырезал уже отверстие. Все четко подходит. Здесь у нас трубочка на 30 сантиметров вставляется. Но пока что надо так заклеить. А потом, друзья, мы будем опять разрезать и делать лонжерон. Потому что лонжерон должен быть с полкой. То есть обязательно какая-то полка должна быть, которая будет держать верхние части лонжерона. Иначе вот в этом месте хотя бы оно имеет все шансы разлучиться. Не помещается все это дело в кадр. Ну что делать? Такие вот размеры огромные у самолета будут. Аккуратно состыковал. Пришлось вот здесь подогнать, подточить. И опять же аккуратно заклеил. Ставил бальзовые палочки. Потому что эпоксид весь туда внутрь проваливается, протекает. Ну а бальзовые кленовидные палочки будут его задерживать. Сохнет закладная второй консоли. Первую я уже вынул. Можно уже даже подержаться за неё. Видите, как провисает. Естественно, это дело нужно будет исправлять. Пока что здесь только пенопласт. Но уже почти пол килограмма веса в каждой консоли. Видимо, где-то минимум по килограмму, может кило 200-300 будет весить. Но я так задумывал, если всё крыло будет 3 кг весить, это будет отлично. Или три с половиной. Для таких размеров это вполне норм. Карбоний супер! Так, для справки скажу, что это ещё легче, чем ювелирный карбон. Здесь, по-моему, 80 грамм на метр всего лишь. И эпоксидки оно меньше впитывает, потому что волокна не пересекаются. А идут чисто в длине. Очень удобная штука в некоторых местах. Всё, закатываем обратно. Так, ну вот он ювелирный карбон. Углеродное волокно здесь всего лишь 1К. Такое мелкое плетение. Бывает до 24К доходит на одну клетку. Возможно и больше. К это значит 1000 микро вот этих вот волокон. То есть когда я режу поперёк, друзья, я вырабатываю просто миллионы этих пылевидных волокон. Надо хорошо защищаться, защищать органы дыхания, глаза, возможно. Потому что всё это дело втыкается. Но в легких оно точно остается на всю жизнь. Поэтому не хотелось бы их наполнять этим благородным волокном. Надо как-то сделать выкройку, чтобы лишнего не вырезать. И начинать карбонизировать. Как сделать всё ровно и всё разгладить, у меня уже есть план. Передумал делать под 45 градусов, потому что так как вообще нереальный расход углеткани, да и очень некрасиво всё получится. Как бы она шла огромным листом, чтобы можно было такой квадратик вырезать. Квадратик должен быть метр на метр. Представьте себе, как его вписать в обычный. Чтобы это сделать, нужно примерно 1,5 на 1,5 лист иметь. И останется куча треугольников. Либо сразу иметь направленный под 45 градусов карбон, которого в принципе я никогда в жизни не видел. Видел только обычный, тяжелый, толстый и так далее. Вот этот пойдет на верхушке. Заднюю кромку укреплю однонаправленным волокном. Сделаю это снизу, потому что снизу характер обтекания более несрывной и более лайтовый. Ну что ж, у меня всё готово. Погнали закатывать центроплан. Надеваю намордник, всё как надо и погнали. Пока не встала эпоксидка, надо по-быстрому всё это сделать, совершить. Я делал опыт и понял, что в пенопласт особо эпоксидка не впитывается. То есть она впиталась до какого-то определенного уровня, а дальше уже сколько не намазывая, она будет вверху стоять. Вес от этого сильно не нагоняется. Сначала намазываю на основу, а потом приклеиваю. Потому что если намазать вот эту вещь и попытаться ее приклеить, это будет что-то нереальное. Ну ладно, уже поздно. Так, это есть. Идем дальше. Несколько часов работы не прошли даром. Сделал окантовки из пленки полиэтиленовой. Четкая нижняя кромка теперь. После обрезания лучше будет видно. Теперь надо ждать полной полимеризации. На следующий день, когда я отлепил все пленки, увидел некоторые косяки. Такой серьезный косяк обнаружен только в одном месте. Буду его исправлять. Мелкие косяки тоже есть. Они связаны с дефектами поверхности. Ничего не поделаешь, ребята. Шпаклевать не буду, потому что конструкция должна быть легкая. Но зато геометрическая форма просто идеальная. Нигде ничего не закрутило, не завертело. Профиль тоже соблюден. Можно сказать идеально. На ЧПУ станке все-таки вырезано. И летать будет отлично. Пришла мысль подогреть немножко феном, потому что эпоксидка еще до конца не стала. Заправляем аккуратненько чуть-чуть смолы. Пусть она туда протечет. И через досточки, пленки поджимаем струбциной. Опять ждать. Чтобы продвинуться по крылу, надо каким-то образом встроить сюда лонжерон. Честно говоря, пару дней думал, как это лучше сделать. То есть у меня было много вариантов. Можно было как обычно выпилить вот здесь вот аккуратненько ножовкой, соблюдая все углы. Но, друзья, как показала практика, это очень неточно. Потом большие щели. Хочется сделать поточнее, поэтому изготовил специнструмент. Вот как он выглядит. Только что пришла здравая идея. А чего это я буду из бальзы делать лонжерон? Вот же есть основа готовая. И она причем еще идеально туда подходит. Главное во всех этих самолетных делах не потерять геометрию. Так вроде бы с виду ровно получается. Но на глаз мы не надеемся. Воспользовался старым способом. Еще со времен, когда я занимался строительством. И вымеряю все по ниткам. Места стыковки карбоновых листов разровнял моим любимым способом. Теперь, чтобы приступать к следующей операции, надо немножко подождать. Довольно легкие штуки получились, но они будут еще легче, когда я обрежу лишнее. Здесь очень много. Обрезаю обычными ножницами. Как обычными, медицинскими, самозатачивающимися. Они такие вот полукруглые и очень легко подлазить. Сначала хотел сразу заложить полки. Но что-то я передумал как-то и решил сразу вклеить, а потом заняться карбоновым усилением. Мне кажется, так удастся гораздо точнее исполнить эту процедуру. После каждой склейки нас ожидает такая картина. Внизу деталь сверху навалена всяких прижимающих элементов. Всякие грузы. Вот уже в ход резцы пошли. Здесь тоже всякие различные блинчики на крыле. Ну и тут тоже много чего. Это все элементы элеронов, закрылков. Ну и собственно крылышко собираю и делаю ниши под эти элероны и закрылки. Такая технология у меня выработалась с детства. В детстве тоже постоянно что-то прижимал. Потому что эпоксидка не приклеивает деталь к детали, а нужно прислонить и подождать некоторое время. В итоге нужно как-то прижимать либо струбцинами, либо грузами. Здесь струбцины никак. Потерял свои весы. Вот взял у друга. Эти весы могут до 5 килограмм взвешивать. Сейчас возьмем центроплан и проверим. Потому что я другими весами пробовал. У них там градация через 50 грамм. Но как-то меня это не устроило. Килограмм получилось. Все-таки я ожидал, что будет меньше, если честно. Вот полностью стоит и килограмм. Заготовки элеронов и закрылков готовы. Кстати, друзья, чтобы получалось особо качественно, делаю с припуском. Чтобы потом аккуратно отпилить и обработать торцы деталей. Так получается максимально качественно. Приступил к образованию канала под лонжерон. Захотелось сделать именно эту операцию на данный момент. Здесь не видно. Здесь очень маленькое углубление. Но приближаясь к центроплану, оно все больше и больше. Обратите внимание, какое здесь. Здесь оно будет соединяться с трубой. Надо сделать довольно приличный заход, чтобы хорошо скрепить. Я надеюсь, друзья, вы поставите лайк за то, что я вам все так подробно рассказываю. Потому что, честно говоря, показывать здесь особо нечего, как это все происходит. Тут больше практическая ценность каких-то технологий, советов. Здесь вот в пенопласте мягкая. Я таким бруском выпиливаю, чтобы процарапать как можно ближе к вот этой полке карбоновой. Потому что если приклеится лонжерон к пенопласту, то останется сбоку чуть-чуть пенопласта. Грош цена тому, что я делал вот эту полку, которая поддерживает. Ибо это дело надо скрепить воедино. Только в таком случае оно будет работать. Вот получается целый день. Зашкуриваю аккуратно. А под конец дня закарбонизирую. Правда только с одной стороны, а со второй на следующий день. Каналы есть. Все четыре на всех двух консолях. Карбон у меня из отходов, друзья. Поэтому приходится ниточки выравнивать. Но зато в самом крайнем итоге это у нас безотходное производство. Аккуратно кисточкой промазываем. Здесь вот я зашкурил, чтобы лучше прилипло, лучше связалась с трубой. И вкладываем. Уже совсем другое дело. Мечи настоящие. Теперь можно сколько хочешь его трясти. Почти вровень получилось. Дополнительной какой-то мега обработки производиться не будет. Лишь зашкурится немножко. И все. Можно будет продолжать. Уже в принципе близится то время, когда буду делать обшивку. Но нужно сделать несколько маленьких шришков. Например, вынутые части с этого места нужно вернуть обратно. Я их сохранил. И теперь вот вырезаю. Здесь они четко подходят. Без напряжений, без заталкиваний. Потому что они были отсюда вырезаны. Далее нужно будет вот здесь этим углом заняться. Сделать крепежное отверстие. По весам я здесь вот сделал небольшие расчеты. Это то, что у нас уже имеется. Это консоли. Это центроплан. Ну и так далее. Фюзеляж, балка. Там все-все-все. А рядом написал планируемые прибавки веса. Вот здесь наверное даже с избытком. 600 грамм скорее всего на обшивке не добавится. Но если добавится, то цифра итоговая будет вот такая. То есть 3 800 уже у нас есть. Уже весит самолет 3 800. То есть все имеющееся я сложил. И еще добавится 3 800. Где-то 7 600 килограмм будет весить. Пустой, без энергосистемы. Какая-то гибкость есть. На всю дорогу. На всю дорогу. Широкая? Угу. Взлетай. Ну что ж, продули в аэродинамической трубе слегка. А так если вверх его... Что будет? Нормально? Следующий этап. Нужно сделать укрепление в местах стыковки управляющих поверхностей. Оборачивать карбоном вокруг острых углов очень неприятно. Приходится постоянно выдумывать какие-то уловки. Одна из таких вот предварительно наклеил уже пропитанные полосы на полиэтилен. Теперь можно взять. Они не будут съёживаться. Просто если без полиэтилена, то оно вот так вот сразу в нитку свернулось. А так оно пока еще нормальное. И его можно отрезать сколько надо. Ну где-то так. Оп! Всё, есть уже пропитанная, не скукожившаяся углиткань. Видите, как она топорщится. Без полиэтилена было бы еще гораздо хуже. Но мы её прижмем обычным скотчиком малярным. А потом она легко от полиэтилена отклеится. Это уже проверено тысячу раз. Ну всё, не выдержал. Буду закатывать в карбон нижнюю часть крыла. Карбон будет использоваться вот такой. Мега нереально красивый. А всю остальную мелочевку уже потом доделаю. Если посчитать, что ювелирный сравним с оклейкой самолета 100 рублевыми бумажками, то этот примерно то же самое, что оклеить 50 рублевыми. Каждый дециметр стоит около 50 рублей. Но зато какая красота, ребята. Используется преимущественно для оклейки простых поверхностей без особых изгибов. Потому что это плащеная ткань. Большой кубик очень. Всё вот это будет разлетаться, разлучиваться. Форму придать сложную ему тяжело. Перед отрезанием скрепляю волокна скотчем. Я надеялся, что не буду клеить пленки. Но по ходу пьесы выяснилось, что появляются кое-где пузыри и вообще всякие разные неровности. Пришлось оклеивать пленку. Это, конечно, труды просто 80 левела. Я надеялся избежать этого, но всё-таки приключилось. И ещё вторую половинку также придется обрабатывать. Эх, волосистая структура у этого карбона. Такой нужно именно в матрице закладывать. Эта технология не для него. Наружного оклеивания. Либо надо как-то очень жирно мазать. Но тут я жирно не могу. И так получается 300 грамм на этот слой. Есть ещё один плюс от пленки. Мне стало возможным перевернуть крыло, положить на ровную плоскость, завернуть вот эти части. И здесь получится аккуратный лобик с завернутым карбоном. Можно было даже чуть больше оставить. Я эту функцию хотел на верхний слой возложить. Поэтому теперь здесь снизу только частично будет. Плюс прижимал все задние кромки. Они станут идеально ровными теперь. Всё железо, что было, положил в качестве утяжелителя, чтобы придавить это дело. У меня есть ещё железо, конечно, помассивнее. Прошли сутки и настало время собирать вот эти вот железные камни. Переворачивать и смотреть, что получилось. Конечно, могло бы быть гораздо красивее, если бы было сделано в матрице. Довольно-таки неплохо играет. Следующий этап- усиление места крепления с центропланом. Далее занялся элевонами и закрылками. И буду вклеивать петлю. Петля будет композитная и сделаю я ее из полоски кевлара. Кевлар особо не растрескивается. И после полимеризации можно будет расшатать эти управляющие поверхности. Они будут нормально работать. Добавил чуть касторки для пластичности. Посмотрим, застынет ли такой композит. Есть у меня простейший быстрый способ. Капаю вот так. Теперь подогреваем. Смотрим, что получится. Можно нас поздравить. Все застывает, все отлично. И должно быть пластично. И опять нам помогает токарка. Даже в этом деле. Исключительно токарными резцами прижал через пленку и через бальзовые рейки. Прижимаю исключительно для того, чтобы оно более равномерно растеклось, расплющилось. Потому что даже пленка не помогает полностью расправить композит. Вот эти вот всякие волосы, которые торчат, они как-то более широко выпирают, чем сама ткань. Ну и ткань соответственно тоже малейшие бугорки, неровности ловит. И вот такое все получается. В детстве я бы, кстати, все эти операции, мне кажется, за ночь бы сделал. Было бы очень быстро. Не так качественно, не так круто конечно. Но то, что это было бы быстро, это сто процентов. Так, все засохло. Отрываем, смотрим. Очень и очень неплохо. Есть вот здесь ямка конечно. Ой, да, она почти не ощущается пальцем. Немного расшатал одну поверхность. Теперь она вот так вот легонечко шевелится. Углы вполне достаточные для маневров. Вот вверх, вниз, вверх побольше, вниз поменьше. Снизу это дело выглядит вот так. Есть небольшая здесь выемка. Пошла уже очень интересная работа. Сейчас сделаю стопора, которые предотвращают проворот крыла по задней кромке. И можно будет вырезать отверстия под сервы, проложить провода и закатывать карбоном верхнюю часть крыла. Еще раз порезал крыло. Решил использовать световые огни. Это конечно же лишние заморочки, связанные с прокладкой проводов. И плюс лишний вес. Два вот этих провода весят 10 грамм. Плюс либо светодиоды, либо лампочки. Плюс какая-то система контроля и управления этим светом. Но куда деваться? Хочется, чтобы одно крылышко светилось зеленым, а другое красным цветом. Также прорезал отверстия под сервы сразу, чтобы потом легко можно было эти кубики выдолбить и вставлять сервоприводы. Сервоприводы будут 10 килограммовые. Вот такие не особо большие. Предусмотрю систему замены. То есть если сгорят, можно будет вытаскивать и вставлять новые. Ну и так как у нас по сути два элерона, можно их использовать по разному назначению. Хоть элеронами, хоть закрылками, хоть как угодно. То можно будет запитать систему управления так, что если один откажет, второй будет работать. Конструктивно тоннели под провода сделал коническими. То есть вырезал под углом ножом. Так и так. И остались вот такие штуки. Можно обратно, как вы видите, все четко заклеить. Вот так выглядит консоль. Уже полностью готовая под оклейку карбоном. Итак, ребята, одна половина крыла уже есть. Ну а вторая лежит на операционном столе. И сейчас мы будем ее обклеивать. Для начала нужно оторвать все скотчи. В последнее время использую такую систему шпаклевания. То есть наношу эпоксиду, потом скотчем залепляю. Потом отлепляю скотч и все вровень получается. Довольно удобно работать со столь жидким материалом. Еще один нюанс. Так как крыло большое, развел неполную норму эпоксидки, чтобы дойти, например, до половины неспешно, а потом доразвести и проклеить все последующее. Потому что эпоксид начинает густеть, после чего очень сложно пропитывать, занимает много времени. Поэтому я в последнее время, когда нужны какие-то объемные работы, делаю все за несколько заходов. Так оно пожиже и работать приятнее. Эпоксидка очень жидкая. Такая максимально быстро пропитывает карбон. И работать удобно. Густой ED20 неудобно работать, сразу вам скажу. Еще один нюанс. Я всегда стараюсь очень хорошо пропитывать на краях. Иначе в том, можно сказать, самом важном месте, оно и не приклеится. Потому что впитывается то в бальзу, то в края в ошметки уходит эпоксидка. Она постепенно пропитывается, правильно? Поэтому края, которые свисают, тоже надо обрабатывать. Не пугайтесь звука, друзья. Работаю в респираторе, чтобы долго жить. Вот и еще один нюанс. Сейчас пропитка идет сквозь карбон. Если бы я намазывал сначала на пенопласт, а потом прикладывал карбон, вот так все разглаживал, то деталь получилась бы тяжелее. Ибо эпоксидки ушло бы гораздо больше. А так я могу дозировать. Я уже здесь получается по-любому пропитал карбон. Останется лишь немного ему проникнуть в пенопласт, чтобы успешно к нему приклеиться. Эпоксидка закончилась. Не хватило сделать вот столько. Пойду разведу следующую партию. Лучше всего размешивать уже в старой поюзанной банке, потому что она имеет равномерный слой эпоксидки. В отличие от новой, которая выглядит вот так. То есть после первого раза использования. И вот эти шарики, они отваливаются и падают в эпоксид. Представляете? А этой уже можно, грубо говоря, пользоваться годами, если полностью вырабатывать. Я ее не очищаю. А вот когда она застынет, на следующий день беру и использую. Здесь, видите, на дне что-то есть. То есть это тот самый слой, который постепенно нарастает, нарастает, нарастает. Я это к чему говорю? Потому что обычно нужно очень много таких банок, если не использовать их повторно. Но использование повторно первой банки очень затруднено, потому что много всяких таких катушков. Оно вот каплями собирается, а не тонкой пленкой. И в итоге не получается использовать. Я не знаю, может всякие такие мелкие советы. Они бестолковые и все все и так знают. Но я, честно говоря, к некоторым нюансам долго шел. Особенно боролся с нехваткой банок, с палками вот этими. Все время приходилось лущить и делать новые палочки для размешивания. А сейчас я использую бамбуковые палочки, которые используются китайцами для приема пищи. Очень классные они. И опять же использую их много раз. Мне кажется, это очень важно. Также они очень крепкие. И когда мешаешь густую эпоксиду, они не ломаются. Так, все в общем готово. Можно наливать опять красивый слой. И еще, ребята, если вам кажется, что эта технология какая-то не такая, какая-то не технологичная, не такая, как показывают по телевизору, когда используется и вакуум, и автоклавы, и различная инфузия, когда просасывают эпоксиду сквозь слой карбона. Я вам так скажу, все это технологии матричные. То есть нужна матрица, чтобы успешно пользоваться такими технологиями. Делать матрицы под такие огромные крылья, но это такое развлечение и задание. Я, честно говоря, побаиваюсь такой дурной работы. Делать ради одного самолета такие матрицы огромные. Сколько можно здоровья на этом потерять, вы себе даже не представляете. Вы еще скажите, что если самолет будем настоящий делать, то тоже надо будет матрицы под него делать. Но мы же не завод все-таки по производству. Моделей, например, на продажу, либо еще что-то. Это такая наиболее простейшая технология. Она существует тоже и позволяет сделать довольно-таки легкую модель. Может быть чуть-чуть потяжелее она, чем в матрице. Но она тоже легкая и прочная. А вот это дело в вакуумный мешок никак нельзя засовывать. Его просто там раздавит, все скрюжит. Основное сделано, все пропитано. Осталось всего лишь пару процедур очень важных. Первое это завернуть носик. Я уже все обрезал. Осталось только подвернуть и прилепить его с нижней стороны. И зафиксировать. Ну вот, казалось бы и все. Положил на ровную поверхность и можно сдать полимеризации смолы. Но нет, друзья. Так же как и в автомобиле настраивают сход, развал колес, в самолете тоже есть что настраивать. Это крутка крыла. Во-первых, здесь изначально запрограммирована аэродинамическая крутка крыла. На концах используется более толстый профиль, нежели по центру. Ну а во-вторых, я сделаю небольшую геометрическую крутку крыла. Подставлю вот здесь в конце палочку из бальзы толщиной 3 миллиметра. И она даст небольшой угол наклона именно самого кончика крыла. Наклон будет вниз. Это повышает стабильность полета самолета. То есть меньше вероятностей, что он впадет в какой-то штопор, что сорвется на крыло, упадет. То есть когда у нас кончики загнуты вниз, то есть стоят под меньшим углом атаки, Если пропадает аэродинамическая сила где-то в области крыла, то она пропадает посредине. А концы вместе с элеронами остаются управляемыми. И можно вывести обратно самолет из сложного положения, чтобы продолжить успешный полет. Осталось здесь придавить, чтобы наклонить. Как это сделать? Пока крыло сырое, естественно, мы аккуратно это не сможем сделать. Поэтому берем шуруп и делаем вот так. После застывания крыло останется в этом состоянии. Так что не только ОМС-21. У меня тоже будет черное крыло на самолете. Ну что ж, можно попробовать собрать крылышко и провести даже небольшие государственные испытания. Вот такое вот оно. Примерно сопротивляется. Чуть руку не сломал. А ну-ка. О-о-о. Нормально, падает медленно. Заметил? Так, а ветер есть вообще? Нет, ветра нет. Высота примерно такая у него. Это 5 метров. Я его уже взвесил. Весит три с половиной килограмма. Сам пенопласт здесь весит один килограмм. И получается два с половиной килограмма пошло на карбон. Ну и на все остальные усиления. Здесь еще трубы карбоновые, лонжерон. Все как положено. Так как у нас здесь есть лонжерон, мы можем даже сейчас сделать кое-какие прочностные испытания. Да, прямо сейчас и сделаем. Для начала попробуем вот эту чушку. Это 130 кругляк D16T. Не знаю, сколько весит. Примерно 5-7 килограмм. Где-то здесь у нас лонжерон. Давай попробуем. Вообще легко, да? Гнется. Конечно. Значит сейчас поставим вот что. Тут у нас килограмм уже 15, наверное. 8 килограмм слишком мало было. Это уже немножко страшнее. Что-то стремно, слушай. Ой, страшно. Ой, что-то треснуло. Хотя что страшно, нормально. Гнется жестко, конечно. Ну ладно, не знаю, больше наверное не будем. Все, хватит. Ты тоже это слышал? Будем считать, что государственные испытания крыло прошло. Бери. Ну что ж друзья, я доволен результатом. Мне очень понравилось то, что получилось. Масса небольшая, как я и хотел. Всего лишь три с половиной килограмма. Я еще снабжу сервами. Еще добавится 150 грамм. Но тем не менее, все довольно-таки удачно получилось. У меня на этом все. Кому было интересно, а самое главное полезно. Для полезности я все в одно видео вложил, чтобы вам не пришлось искать по сериям. Полностью изготовление цельного крыла. Надеюсь, что за это вы мне поставите пару лайков и пару раз посмотрите этот видос. Может быть и больше. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok